Всем привет, друзья! Новый выпуск по рояле, и у нас тут 12.0 грант, очень классный, и мы его сейчас рассмотрим, рассмотрим колоду, посмотрим повторы. Собственно, колоду, не буду скрывать, вот эта колода, точнее, не буду тянуть. Значит, я думаю, вы встречали уже подобную колоду, много подобных деки я записывал, но в этой деке нету тяжелых заклинаний, нету поезда, нету фаербола, ракеты и тому подобного. Куча мусора, который требует, естественно, спеллов, то есть, ну, грубо говоря, спеллбейт и шахтер. Вот, два таких жирных юнита, которые на деф у нас, это мегарыцарь и пламенный дракон. 3-3 эликсира, скажу вам свое мнение, я не люблю подобные колоды, я видел, как ими играют, я видел, как с ними и против них, но такая скокотища, честное слово, вот я, честно, не люблю спеллбейт, но я хочу посмотреть, и потому что я хочу гранды научиться катать, и тоже хочу, как бы, хотя бы, там, я не знаю, 8-10 побед делать, поэтому сегодня будем разбираться, сегодня будем смотреть, кому интересно, обязательно до конца ролик смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь. Также на этом аккаунте 5800 кубков, но это уже в следующем ролике, мы рассмотрим колоду, и, естественно, поговорим про это. Ну, а так, давайте я открою сначала, так, запись хоть идет, сундук, обязательно прямо сейчас лайк, тыкните там на подписку, на колокольчик, на все тому подобное, там в комментариях что-то черканите, и сейчас выпадет лего, смотрите, оп, 6 хогов, гигант, бочка со скелетами, походу не будет, да, будет много камонок, камонок, блин, камонок, элитных варваров, о, господи. Так, ой, боже мой, ой, нормальный сундук, так, ладно, надеюсь, повторы будут более интересными. Ну что ж, последний повтор, давайте вот против последнего противника с пекой посмотрим, на что эта колода вообще способна. Основную роль, естественно, заключается в том, чтобы развести противника на зап, у нас и пламенный, мыши летучие, копейщики есть для этого, ну и постоянно комбинировать шахтера с разными картами. Ну, в основном на деф, конечно, надо держать пламеного, его зазря выпускать не надо вообще, абсолютно его не трогать, пока вы не увидите танка и только потом его выбрасывать. В основном, просто подкидывать разный мусор шахтера и постепенно наносить урон. Но единственное, вот минус реально этой деки, это нету тяжелых спылов, опять же. Был бы поизон, там еще что-то было бы намного проще. Также очень хороша карта сейчас, бочка со скелетами, прям очень популярная стала, и она и на деф идет хорошо, и в атаку, то есть, ну, ее можно реально использовать в разных ситуациях. Поэтому эту карту, она как бы считается универсальной в разных колодах, поэтому ее ничем не замените, если у вас, допустим, она не... Не, хотя, в принципе, ее можно заменить даже той гоблинской бочкой, но, опять же, это будет совсем уже другая колода. Ну, я вам не рекомендую ничего менять, сейчас колоды составлены так, что прям чуть ли не каждая карта продумана, и все в этой деке прям логично, и все прям надо. Ну, там плюс-минус копейщиков можно заменить, да, на что-нибудь подобное, разводящее на зап, а так, в целом, тут все четко. Есть другая колода подобная через поизон, там есть стражи, там есть хижина гоблина, то есть, у каждого разные свои смыслы этих колод, я, честно, их не сильно понимаю. Ладно, давайте теперь смотреть повтор. Мы уничтожили Пеку с помощью плавного, и впереди плавного мы кинули бочку со скелетами. Сейчас она уничтожается, и готовится забрасываться в шахтер. Ну, я так понял, что мы увидели, что был поизон, что скелетики не выживут, хотя бы, ну, в любом случае, их чем-то бы законтрили. Шахтера не стали выбрасывать. 274 хп на правой башне, нам нанесли урона немножко побольше. Сейчас, я не знаю, я бы, наверное, зашел с шахтером, плюс или туда, в принципе, я так и думал, что будет такая атака. И стражи на шахтера, гром на мышей. 1800 хп остается. Пламенный дракон на шахтера, и мега-рыцарь на грома и на стражей. Подбрасывается снова эта бочка, я думаю, что будет контриться это все дело ядом. Шахтер наперед, потому что бочка сейчас взорвется, и оттуда вылезут скелетики. Ой, противник долго что-то думает, я не знаю, куда он слил зап, и видим, что скелетика вообще никто не контрил, и просто бешеный урон прошел. Не знаю, противник, наверное, обращал внимание больше на пламенного дракона, нежели на атаку шахтера, плюс бочки со скелетами. Вот сейчас неплохая атака, плюс поизон, но у нас уже откатился мега-рыцарь. Естественно, мега-рыцарям мы не даем пройти. Снова забраться со шахтера, вот вау, вот это в конце было эпично. Но, опять же, минус этой деки в том, что если у противника там остается 300-200 хп, это не всегда будет легко добить. Если вот вы шахтера высадите там, где противник его не словит, то да, вы пару тычек сделаете, плюс за, в принципе, это возможно. А так, если постоянно, ну, то есть есть шанс того, что противник будет постоянно вашего шахтера ловить, и вы никак не сможете добить этих гребаных 200, допустим, хитпоинтов. Вот этот минус этой колоды, вот, ну, блин, 12-0, я не знаю, то есть я не вправе как-то осуждать эту колоду, критиковать, и вообще там говорить, что она, какие-то там минусы, не, хотя я думаю, что это реально минус. Но, возможно, здесь эти спылы не нужны, просто здесь нужны ровные руки, как говорится. Но я в основном колоды рассуждаю на свое усмотрение, субъективное мнение, да, говорю. Вот, если с точки объективности, то, естественно, эта колода, я думаю, идеальна. Ну, если с ней 12-0 сделали, значит, ну, блин, значит, она идеальная, согласитесь. Вот, и смотрите, начало поединка, шахтер плюс разный мусор, и уже 1400 хп осталось. Даже противник не понял, что происходит. Он поставил хижину, выбросил призрака, и ничего не смог сделать. Зато у него есть бревно, которое контрит нашу бочку со скелетами. Плюс сейчас много очень стражей берут, потому что стражи тоже бафнули, они сейчас заменяют постепенно банду гоблинов. Хотя, если играть с колбайтом, банду гоблинов ничего не заменит. Это на данный момент лучшая универсальная карта, которая за 3 эликсира. Ну, соотношение цена-качество, как говорится. То есть, раньше была армия скелетов, но как ввели банду гоблинов, это просто бомба стала. Плюс, по-моему, зап же ухудшили или улучшили гоблинов, я уже не помню. Ну, короче, запом не убиваются гоблины, поэтому банда сейчас стала очень популярной, и я думаю, что еще будет долгое время. Шахтера мы видели только что на хижине гоблинов. Видимо, ее тоже надо коцать. Я просто обращаю на это внимание, стоит ли хижину гоблинов, ну, на нее тратить какой-то эликсир, каких-то юнитов, да, если противник ее ставит. Да, мы видели, что в данный момент шахтер был на хижину гоблинов, дабы нанести какой-то урон. Она реально мешает. У нас нету спылов, которыми мы можем постоянно ее уничтожать, поэтому до двойного эликсира противник может реально ими заспамить. Вот, как видим, сейчас уже вторая хижина, и сейчас двойной эликсир пойдет, и там сейчас будет третья, еще одна, и, короче, начнется реальный спам. Сразу же контратака справа, точнее, не контрат, а просто атака справа. Стражи на деф идут, но банда гоблинов с мегарыцарем их уничтожает быстро, но там еще, блин, видим и хижина, и мушкетер, и призрак. То есть это все не дает нам никак пройти, и мы еще тратим зап. И вот первая же атака, кстати, у противника по большей части контр-деканам. Нам кладбище нереально контрит тяжело. Вот он выбрасывает кладбище и выбрасывает поизон. Все, у нас 80% колоды это мусор. Вот только мегарыцарям, как сейчас, правильно задефались мы, и это лучшее решение. Что мы не выбросим, там, копейщиков, летучих мышей. Позе нам все накрывает, и мы кладбище вообще не можем контрить. То есть кладбище нам, по сути, контр. Я не знаю, как противник, блин, тут проиграл, но я прям вот смотрю, и я не понимаю. Ну, там просто кладбище и плюс ледяной голем, и все. Я не знаю, как там можно было задефаться. Ну, вот как-то так. Неплохой поединок. Давайте последний для наглядности, и снова кладбище. Блин, ну и тут тоже победа, но не знаю. Мы кладбище уже смотрели, думаю, это будет неинтересно уже. Так, тут все победы, потому что счет 12-0 против голема. Вот еще повтор есть. Ну, я думаю, тут тоже понятно. Блин, я даже не знаю. Давайте, да, наверное, против голема больше тут ничего интересного нету. Все остальное мы уже, как бы, более-менее там против пеки посмотрели, против кладбища посмотрели. Ну, и остальные там несколько големов осталось. И мега-рыцарей там непонятных, тоже с шахтером вроде бы. Вот, но я не люблю смотреть против одинаковых колод поединке. Поэтому давайте посмотрим против голема. Противник ставит хижину. И вот на какую сторону ставит противник хижину, противоположную мы атакуем. Только, как видим, шахтер у нас дамажит хижину, а не вышку. А копейщики, которые за шахтером, да, то шахтер танковывает. А копейщики, естественно, идут на башню. Вот. Ну, в принципе, такая механика и игры, и против сборщика. Если сборщик стоит по центру, да, всегда выбрасывает там летучих мышей каких-то и шахтера на этот же сборщик. Противник решает, короче, не ждать двойной эликсири. Бомбанул, видимо, и ставит голема сразу же. У него колода без сборщика. В принципе, у него цикл быстро крутится. У него относительно карты недорогие. Поэтому ему это позволяет, ну, дает возможность, в принципе, голема до двойного эликсира использовать. У нас есть пламенный. В принципе, до двойного мы дефаемся вообще изи. Вот на двойном реально будет сложно. Но, опять же, если правильно использовать мегарыцаря и своими юнитами отвлекать летучку, которая очень сейчас тоже, блин, бесит меня. Она, у нее просто дистанция огромная, и она с големом заходит на ура. Вот если своими юнитами мелочью грамотно все отвлекать, и с мегарыцарем можно это все изи законтрить. Ну, и плюс пламенный, естественно, на голема. Ну, и, как видим, противника мы отдефали, перешли в контратаку, которую наш соперник абсолютно никак не смог задефать. Ну, как, относительно, да. То есть, ему трудно было. Намного труднее, чем нам. То есть, 1700 хп осталось на башне. И вот снова ставится хижина. Готовится, я так понимаю, прокрутка колоды. То есть, сейчас летучие мыши, там бочка со скелетами, копейщики, не знаю. То есть, ничего, как бы, пока сложного нету. Никакой тактики, да. То есть, пока прокручиваем деку. И вот, смотрите, использует противник поизон, чтобы весь мусор этот уничтожить. Но копейщики еще пару тычек делают. А это, в принципе, и суть спеллбейта. Нанести хотя бы там какой-то урон. Как видим, хижина мешает нам. Поэтому, шахтеры, ребята, берите себе на заметку. Используем пока не на вышку, а на уничтожение вот этого здания дефа, которое нам реально мешает. Наносим урон пока мелочью. Пламенный дракон, естественно, на Голема. Готовится сейчас снова куча разной мелочи, которая будет реально бесить соперника. Но, блин, эта мелочь вся уничтожается с помощью обычного поизона. Это же просто жесть. И вот это сейчас решается... Принятое решение было Банда Гоблинов плюс Шахтер справа. Дефается Дровосеком Банда Гоблинов. И Шахтер стоит, ковыряет вышку. Значит, Пламенный дракон плюс копейщики слева Контрят Голема. Плюс еще Банда Гоблинов. И, в принципе, мы задефали слева атаку. Значит, пока по вышкам более-менее ХП наравне. Хотя, вот смотрите, Летучка пару дычек делает. И у нас остается 1300 ХП. 9 секунд до конца. А, нет, это же испытание. Тут еще внезапная смерть будет длиться 3 минуты. То есть у нас еще много времени. Выбрасывается Мега-Рыцарь. Как только мы увидели Голема на левой слева, мы сразу выбрасываем Мега-Рыцаря. И, как видим, Мега-Рыцарь не агрится на хижину Гоблинов. Он агрится на вышку. И вместе с Шахтером вышка добивается. Вот как-то так. То есть мы подловили момент. Сразу же, да. То есть я бы, наверное, просто все войска бы сливал налево, чтобы задефать Голема. Ну, а у нас было принято решение справа. Сразу проатачить, когда слил Голема и эликсир противники. Поставил хижину очень криво, на которую не сагрился Мега-Рыцарь. Вот как-то так. Слушайте, ну я посмотрел эти повторы. И более-менее, ну, разобрался. И хочу сам попробовать. Но, честно, я не люблю подобные деки. 3-3 эликсира, в принципе, недорогая. Но я люблю со спеллами играть. Тяжелыми, там, с Пойзеном, Файером и прочее. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, как вам эта колода. И также ждите выпуск еще один про этот аккаунт. 5800 кубков с интересной колодой. Подписываемся. Не прощаюсь. До новых встреч. Всем, ребятки. Пока. А, ну да, я ж не прощаюсь. Ждите еще выпуск. Удачи.